С таким настроем в Томск приехал каждый из них. 30 лучших мастеров своего дела из 30 регионов России и Республики Беларусь. Конкурс специалистов противокоррозионной защиты компаний «Газпром» впервые состоялся в Томске. От их профессионализма зависит ни много ни мало надежность транспортировки газа миллионам потребителей, как в нашей стране, так и за рубежом. Процесс электрохимической коррозии никто не отменял и задача минимизировать эти ущербы от электрохимической коррозии, это передает очередная задача целого ряда организаций, которые занимаются транспортом газа, нефти, переработкой. Достаточно многонаправленная профессия защищать родину от коррозии, в том числе трубопроводы, и включает она умение работать с электрохимзащитой, умение работать с трубой, с защитными покрытиями. 11 конкурсных заданий, две площадки, один победитель. За каждым из них многотысячный коллектив и коллеги, которые надеются на победу, конечно же, своего земляка. 11 раз для них наступал момент истины. Здесь и сейчас они должны выложиться на 200% и показать все, на что способны. То, чему их учили другие и чему годами они учились сами, нарабатывая опыт путем проб и ошибок. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Подвести может все. Но человек, если он знает смысл, физику вот этой всей системы, он свою ошибку, конечно, сразу же нет. У нас сперва идет аналитическая работа, и причем аналитическая работа больше объем занимает, чем уже практика. Можно два дня сидеть, думать, обдумывать, высчитывать, а потом приехать и за два часа это все сделать. Этот человек должен быть не просто теоретиком, он должен быть еще и хорошим практиком. У него должна быть хорошая база. Ну и творчество все-таки, наверное, подходит. 60 тестовых вопросов. Первый этап проверки, а затем два дня практических заданий. Умение и знание конкурсантов тестируются, как говорят, от и до. От знания теоретических вопросов до умения обслуживать установку катодной защиты. От знания нюансов заполнения наряда до опуска до оказания первой помощи пораженному электрическим током. Требования очень высокие, нужно знать очень много оборудования. Каждый год появляется что-то новое, документация меняется, надо быть компетентным во всем. Профессия связана, как правило, с работой бригадами за пределами населенных пунктов. Врачи далеко, квалифицированный персонал, который может оказать помощь, далеко. И мы тоже первые, кто ввел обязательно вот этот элемент. Что бы нам это ни грозило, но помогать обязаны. Ну, если я спасся человека, это для меня огромное удовольствие этой жизни. Больше ничего не надо мне, кроме такой счастья. Среди заданий есть и те, что встречаются в практике проведения конкурсов впервые. Имеется этап, который проводится вообще впервые в нашем обществе. Это оптимизация режимов станции катонной защиты. Специально был изготовлен стенд под это. Поэтому этот этап будет для всех конкурсантов новым. Это соревнование не только знаний и умений, но и стрессоустойчивости. У кого сойдутся все качества, у того и победа. Конечно, я волнуюсь. У меня был преподаватель, который говорил, мне волнуюсь, что только идиот. Не все этапы известны каждому участнику. У кого-то что-то есть, у кого-то что-то нет. Поэтому сейчас я поведу на то оборудование, которое в жизни не видел. Конечно, я волнуюсь. Настроение сейчас уже лучше. С утра было очень как-то волнительно. Разволновался на первом задании. Мне тоже последнюю часть не выполнилось. А так, в целом, неплохо. Пока конкурсанты соревновались в профессионализме, недалеко от Томска проходило совещание руководителей подразделений дочерних обществ «Газпрома», отвечающих за антикоррозионную защиту. В нем приняли участие представители заводов-изготовителей, которые презентовали образцы своей продукции. И вновь звучала тема импортозамещения. Интерес проявляют. В свою очередь, максимально стараемся использовать отечественное оборудование, насколько это возможно. Ну и сам конечный продукт, получается, в российском производстве. Совещение очень конструктивно проходит. Спасибо внимающей стороне. То есть, все очень классно организовано. А так, хорошо, что «Газпром» дает возможность нам так встретиться, в своей узкой отрасли. То есть, поговорить о больном, как бы найти пути решения. Что значит быть «Газовиком» вообще и специалистом противокоррозионной защиты в особенности? Ответ на этот вопрос мог найти каждый, кто видел, как участники конкурса делают свое дело. Это является элитой, потому что здесь уровень профессиональных знаний должен быть достаточно высокий. Прежде всего, это любопрофессия, скорее всего. Это настойчивость, это требовательность, это умение сконцентрироваться на поставленных задачах и решать их. Редактор субтитров А.Семкин